И еще один фрагмент, когда мы с вами рассмотрим с 14 по 20 стихи. И еще один фрагмент, когда мы с вами рассмотрим с 14 по 20 стихи. И еще один фрагмент, когда мы с вами рассмотрим с 14 по 20 стихи. Прежде всего, очень важно для нас увидеть ту метафору или образ, который использован в этом фрагменте. Это образ жатвы, образ урожая. Для чего, в чем сущность жатвы всем понятна, не так ли? А если вначале фермер посадил что-то, приходит время жатвы, и он получает плоды своего труда, он пожинает плоды своего труда. Читая этот фрагмент, не забывайте об этом образе, образ жатвы. Кто-то должен собирать этот урожай. Возможно, это будет Иисус Христос. Почему? Потому что здесь говорится о том, что на облаке был или сидел подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. 14 стих. Вот это описание подходит к Иисусу Христу. И единственная причина, что некоторые люди не согласны с этим, это потому что он получает обязанность от ангела. Но есть люди, которые считают, что вот это описание не может подходить к Иисусу Христу по одной причине, что ангел дает повеление. То есть он получает какое-то повеление от ангела. То есть субординация нарушена. Но с другой стороны, если этот ангел был просто посланник от Бога, который принес от Бога какое-то повеление Иисусу Христу, то тогда бы не было проблем с этим. Мы видим, что дважды будет собран урожай. Две сельскохозяйственные культуры у нас подлежат сбору. Первое – это поле с зерновыми, поле с пшеницей, например. А второй вид урожая – это плоды виноградной лозы, то есть виноград, который использовался для приготовления вина. И в первом случае и во втором дается повеление, что иди и пашни, то есть нужно собрать урожай. То есть в данном повелении убрать обе эти сельскохозяйственные культуры, потому что время уже наступило, они созрели. И в обоих случаях используются одно и то же орудие труда для жатвы. Это серп. Чаще всего люди говорят, что первая жатва – это сбор верующих людей, о которых Иисус Христос говорил, как о жатве. А вот сбор винограда чаще всего толкуют, как наказание неверующих людей, суд над неверующими людьми. Но вот у меня возникают с этим проблемы. Кто использует серп для суда? Если бы вы хотели, например, уничтожить поле пшеницы, какое бы вы орудие использовали, чтобы истребить его? Огонь. То есть вы же не будете серпом ходить, срезать пшеницу, чтобы поле уничтожить, да? То есть это не орудие для суда. А если бы вы хотели уничтожить виноградник, то вы тоже скорее бы его сожгли. Для того, чтобы уничтожить виноградник, вы бы не стали виноград срезать. Я считаю, что в Библии все-таки прослеживается позитивное отношение к жатве, к сбору урожая. И мы посмотрим несколько фрагментов. Например, Псалом 84, 13 стих. И Господь даст благо, и земля наш даст плод свой. То есть жатва или сбор урожая – это время радости. А также у пророка Еремии в 8 главе, в 13 стихе, мы прочитаем. «До конца оберу их, говорит Господь, не останется ни одной виноградины на лозе, не смог вы на смоковнице, и лист опадет, и что я дал им, отойдет от них». Другими словами, собирать урожай – это нечто хорошее. Жатва символизирует что-то хорошее. А вот если жатвы нет, если плодов нет, то это обычно негативное. А вообще сбор урожая или жатва состоит из трех частей. Первое – это отделение хорошей зерновой культуры от сорняков, или отделение, например, пшеницы от сорняков. Об этом говорится в Евангелии от Матфея, в 13 главе, в 30 стихе. Давайте мы с вами прочитаем, что говорится. 29 и 30 стихи прочитаем. Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». А в книге Откровения это разделение происходит во время принятия начертания зверя, или непринятия его. Те, кто принимает начертания зверя, теперь становятся или идентифицируются как враги Бога. А все остальные, которые не принимают это начертание, они запечатленные Богом, скорее всего. А вторая часть урожая — это сбор, сама жатва. А вот этот фрагмент с 14 по 16 стихи очень часто воспринимают как восхищение. Вот жатва зерна воспринимается как восхищение. А в 24 главе Евангелия от Матфея, когда была проповедь на Иллионской горе, также об этом говорится. А даже если это не восхищение, как вот некоторые утверждают, что это не восхищение, по крайней мере, здесь речь идет о каком-то собрании верующих, то есть они собираются вместе. А сбор виноградного сока или вот вина, получается, да, обычно истолковывается как суд. А почему? Какие вот основания для того, чтобы говорить это? Обратите внимание на то, что когда были собраны виноградные гроздья, их бросили, вточила, великая точила гнева Божия. И истоптанные ягоды вточили, и потекла, вот, кровь источила, и она потекла на очень большое расстояние. So, the winepress is the winepress of God's wrath. Здесь не просто точила, а точила гнева Божия. Most people would say that this is the winepress characterizing God's wrath. Некоторые говорят, что точила гнева Божия, то есть как бы это точила, как характеристика гнева Божия. You see, I believe that because of the image of harvest being a good thing, that it's actually the winepress of the source of God's wrath. А так как я вот считаю, что жатва это нечто положительное, то я вижу в этом точили источник Божьего гнева. And I believe, furthermore, that this squeeze trampling out, and this blood flowing out, is actually the blood belonging to the saints of God, who have died under persecution. А здесь вот говорится о том, что вытекает кровь после того, как ягоды были истоптаны. И я считаю, что это вот кровь тех святых, которые умерли во время гонения. We have to remember the image of harvest. Мы должны помнить образ жатвы. The purpose of the winepress is to harvest the crop, which is the juice, or in this case, the blood. Точила необходима для переработки урожая, для получения сока, в данном случае получается для получения крови. А кровь святых, в Библии очень часто об этом говорится, драгоценна для Бога. And as we've already seen already in the book of Revelation, the death of believers, the blood of the saints, is a powerful motivation for judgment. И в предыдущих главах книги Откровения мы с вами говорили о том, что смерть верующих и их кровь являются сильной мотивацией для Божьего суда. So I'm concluding then, that the grain harvest is the rapture of believers, and the wine harvest is the resurrection of believers. И я прихожу к заключению, что жатва — это восхищение, а сбор винограда для вина — это воскресение верующих. Это его личная точка зрения. А Наталья со мной, конечно же, не согласится. That's okay, no one else does either. These two events in the Bible, in 1 Thessalonians 4, do happen simultaneously. Why don't we read those? 1 Thessalonians 4, 16 and 17. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. В 20 стих, Откровение, 14 глава, 20 стих. Look at where these people, where these grapes were trampled. А где истоптаны были ягоды? The blood, or they were trampled in the wine press outside the city. Здесь написано «за городом», да? Does that sound familiar to anybody? На что-нибудь вам это указывает? Что-нибудь вспоминаете какое-то еще? Кто был? Christ was crucified outside the city. What happened to his blood? Что с его кровью произошло? It was running. Onto? А куда она стекала? Onto the ground? Yeah. Wow. Interesting, isn't it? That the blood out of this harvest also outside the city. И здесь вот тоже потекла кровь, и это происходит за городом. Running on the ground. По земле течет. And interestingly enough, this 1600 stadia, that's what it is in my Bible. Да, и вот здесь написано на 1600 stadia is 184 miles, which is the exact length of the nation of Israel, length, distance from the north border to the border at Egypt. От северной границы Израиля до Египта, как раз такое расстояние, 1600 stadia. So this blood covers the nation of Israel. То есть вот здесь символизирует тот факт, что эта кровь покрывает территорию Израиля, как бы вот это расстояние проходит. So I don't understand, how God's wrath, how this harvest, which is very typically a positive image in the Bible, is suddenly negative and used to describe the destruction of millions of people. То есть лично я не понимаю, что вот эта вот идея жатвы, обычно в Библии она все-таки позитивная, вдруг становится как-то негативной. То есть это было бы непоследовательное использование образа. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com Итак, третья часть сбора урожая это уничтожение отходов. Если вот я прав в своей точке зрения, то тогда вот как бы уже во время жатвы устранены верующие, да, и происходит их воскресение, то теперь Бог сотворил на земле пространство, свободное от огня. Не остается теперь невинных людей. И вот уже с этого момента вы в откровении больше не найдете ни одной возможности для спасения. С этого момента беспредельная смерть и уничтожение. И уже в следующей главе, в 15 главе, святые будут праздновать победу после периода скорби. Они будут на небесах. Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.